Друзья, с тобой все привет! В этом видео мы хотели бы вам показать, как мы готовим рубленные котлеты и свинины. Для этого нам понадобится кусок свинины на 1 килограмм. На это количество мяса 3 яйца, 2 лучка, 3 зубочка чеснока, примерно 5 столовых ложек крахмала, мы будем в процессе смотреть, зелень, петрушечка, либо лучок, либо петрушка, лучок, укропчик. И сыра 200 грамм. Но сыр уже, ребята, по желанию, как хотите, можно и без него. Начинаем заниматься нарезкой мяса. Теперь вот этот кусок, который мы отдельно отрезали, нарежем полосками. И теперь нарезанные полосы нарезаем кубиками. Наша задача нарезать мясо кубиками. Мясо готово, теперь приступаем к нарезке лука кубиками мелкими. Теперь выдавим чесночок. Теперь мелко нашинкуем петрушку, количество определяем ее на глаз. Теперь натрем сыр на мелкой терке, но это уже по желанию, сыр можете и не добавлять. Теперь вбиваем 3 яйца, посолим, поперчим. Теперь все тщательно вымешиваем. Ребята, значит, мы приняли решение на килограмм мяса добавить еще 2 яйца, а в итоге 5 яиц. Сейчас вот добавим 3 ложки крахмала и еще раз все тщательно перемешаем. Поджигаем конфуручку, устанавливаем сковородку и наливаем в нее либо жир, либо растительное масло. Разогреваем. Берем столовую ложку и вот таким образом выкладываем мясо. Накрываем крышкой и жарим до золотистого цвета. Прошло пару минут, настало время перевернуть котлеты. Перевернули, опять накрываем крышкой и дожариваем в следующую сторону. Первая партия котлет готова, выкладываем их на тарелку. Пусть они немного остынут и после их попробуем. Размем вот эту котлетку. Сейчас вилкой пополам ее разделю. Вот, посмотрите. И вот тут. Так, пробуем. Класс! Значит, 5 яиц, ребята, на килограмм. Чтобы котлетки были не сухие, а такие сочноватые. В общем, вкусненькие получились. Обязательно попробуйте этот рецепт. А также в нашем канале есть видео, как делать рубленые котлеты из куриного филе. Тоже посмотрите. Тоже неплохо получаются котлетки. На этом все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Пока. Ребятушки, ложка для камеры, для начала видео. А так вообще мы руками вмешиваем. Так намного лучше, чтобы быстрее вымыли руку и мешайте. Для домашнего приготовления ничего страшного. Раньше пили с общих стаканов в автоматах. И никто ничего не это. А сейчас прям уже настолько все стали, не знаю, недотрогами какими-то. Бывает иногда пишут люди комментарии. Вот, руками не надо, надо ложкой. Наверное, они никогда не пили при СССР из общих стаканов. Интересно, раньше как вообще люди на это обращали внимание. Сейчас попробую так вот установить автомат, да? То ковид, то что-то еще. Модные всякие болезни. Значит, ребята, немножко высказался. Что мы сейчас делаем? Мы добавили сюда не 3 яйца, а 5. Я в начале видео сделал поправочку, там цифру вставил. Вот, поэтому 5 яиц надо на килограмм мяса. Так как, что? Все, фарш суховато, ну, в общем, все суховато, не склеивается, да. 5 яиц, самое оно. Значит, яйца домашние, вот еще что. Зелень, конечно, не всю добавили, пол пучка где-то добавили, пол пучка осталось. А сейчас закинем в заморозку. Вот. Как рахмала, будешь добавлять, да? Да, немножко. У нас есть рецепт, ребята, как делать рубленые котлеты из куриного филе. Это уже видео есть на канале, поэтому можете перейти, посмотреть. Если я не забуду, я сейчас вот сюда вот ставлю рекомендацию, она появится. Но если забуду, то ее не будет. Так что заранее извиняюсь, может, могу и забыть. Вот. Так, что сейчас ты будешь делать? Пусть настаивается, пропитывается, да? Сейчас, крахмал немножко. Крахмал, но крахмал мне надо снимать следующую порцию уже видео. Ладно, ребята, все, в общем, расскажем. Видео, если что-то не запомнили, значит, пересмотрите от начала. Значит, ребят, 3 столовые ложки крахмала добавили. Опять сейчас руками все по-быстрому перемешаем. Вот. И приступим к жарке котлет. Значит, пока жена мешает, делает замес, вам кое-что покажу. Так. Хлеб на холодильнике лежит. Значит, у нас есть на канале рецепты по мультиварке, а также рецепты по блендеру. Одна и та же фирма. Redmond Redmond. Значит, это не реклама. Сейчас я хлеб уберу, чтобы вам не мешать. Так, ребята, минуточку. Это не реклама этой фирмы, это просто наши отзывы. Значит, мультиваркой пользуемся больше года. Если мультиваркой вы еще не пользовались и не знаете вообще, стоит ее покупать, не стоит, вы, может, в раздумьях до сих пор, то, ребят, рекомендую купить мультиварку. В мультиварке получается просто обалденное блюдо. Особенно вкусно получается плов. Вот он режим есть специальный. В общем, ребят, еда на пару получается очень вкусная. Рыбка, допустим, на пару. Она не теряет все свои качества. То есть, вот как мы приготовили, реально все чувствуется. Все вот эти вот вкусовые качества. Да, и жареная рыба по-своему вкусная, и пареная. Но мультиварка не помешает, ребят, в хозяйстве. Плов вообще готовится классно. Закинули все ингредиенты, закрыли крышку, на час выставили программу, через час вынимаете, перемешали, и все, плов готов. Не нужно стоять у плиты, там, все по отдельности готовить, потом это все перемешивать вообще не надо. Закинули в мультиварку, все, через час плов готов. Вот. Значит, есть отдельный рецепт на канале, который называется «Рецепты для мультиварки». Обязательно туда зайдите. Возможно, в будущем я эти листы переименую. Просто зайдите в плейлисты, в раздел, и вы там увидите то, что вам нужно. Значит, мультиваркой используемся больше года. Вот, отзывы положительные только. Модель RMC-M38. Еще такой лайфхак. Если вы будете покупать именно Redmond, то перед покупкой зайдите на официальный сайт рецептов Redmond и забейте выбранную модель мультиварки. Если там рецепты есть, значит, покупайте. Мы покупали мультиварку на Абум. И мы просто такого не ожидали, когда, зайдя на официальный сайт мультиварки Redmond, мы свою мультиварку в списке не обнаружили. Почему? Такое свинство, в кавычках, непонятно. Значит, пользуемся больше года. Все отлично. Отзывы положительные. Redmond красавцы. Потом купили мультиварку, ребят. Ну, мультиварку... Ой, Redmond, этот, блендер, да. Значит, по блендеру мы уже сняли несколько видеороликов, как делать смузи, коктейли, как молоть блендером там, ну, измельчать. В общем, тоже есть отдельный плейлист, как распаковку мы делали по блендеру и по мультиварке, а также рецепты по мультиварке и блендеру. Поэтому, ребята, все на канале есть. Так, все, пусть настаивается, да? Она, в принципе, пока перемешала, она уже все настоялась 150 раз. Так, сейчас мы будем снимать следующий кусок видео, который вы увидите в начале, ну, а потом продолжим с вами общаться. Ну, все, ребята, первая партия готова. Попробовали ее вместе с вами, да? Вкусно получилось. Теперь идем сюда. Вот дожаривается как раз вторая партия артитусов. Получаются вкусненько. Фарша еще, наверное, раза на два, да? На пару партий еще где-то. Ну, у нас в коротке помещается 5, да? 5-5 помещается. Раз, два, три. Вон, на четыре. Раз, два, а, пять точно. Раз, два, три, четыре, пять. Я думал, еще в центре. Это в центре собралась уже эта вся жижа от масла. Вот. Так. Это вторая сторона, да, уже? Ясненько. Так что, ребятушки, делаем сейчас пятлетули. Дожариваем. И я, наверное, пойду уже через минутку делать монтаж этого ролика, чтобы загрузить его на канал прямо сегодня. И чтобы сегодня в глузе его посмотрели. Так, еще пошпакать где-то, вид, да? Не выдержало. Дай мне кусочек. Ребята, реально вкусные. Просто бомба. Я не ожидал, что они так вкусно получатся. Но из куриного филе тоже по-своему вкусненький. Давайте так вот увеличу. Так что, сыр добавляйте. Сыр добавляйте, ребята. Реально вкусно сыром. Не пожалеете денег. Можно купить не сильно прям дорогой, но сейчас дожжуем. Лучше купить. Так, ну все, да? Вот это по котлетам. Давай выкладывай. А, ты только перевернула. А, ты только перевернула? Ну, е-мое. А может уже готовы? Давай посмотрим. Так, отойду я. Сейчас будет стрелять. Давай посмотрим. А ну-ка. Видите, он посредине собрался, эта жижа. Я думал, это котлета лежит. Желательно это убирать. Вот. Ну ладно, давай котлета посмотрим. Потом уберешь. Да подожди, стой. На крышку тебе. Нет? Так. Ну давай уже, люди ждут. Когда ты перевернешь ее. Давай посмотрим. Первую сторону. Точнее эту сторону. Нет еще, да? Ребята, ну в общем, пойду котлету есть. Дожариваю вся эта сторона. Пойду монтаж делать. Всем спасибо за просмотр. Оформляем подписочку. Так, накроем крышкой. Накроем крышкой. Всем до новых встреч. Пока. Пока.